Япония. 11 марта. Серия мощных подземных толчков в 9 баллов. Последовавшая за ними многометровая цунами ударяет по северо-восточному побережью острова Хансю. Тысячи жителей в одно мгновение пропадают без вести. Разрушены дома и дороги. В прибрежных городах вода поднимается до третьего этажа. Чрезвычайное положение объявлено в районе атомной станции Фукусима-1. Взрывы и пожары в энергоблоках. Радиоактивные вещества в течение двух недель достигают США, Исландии, Швеции, Голландии и постепенно накрывают весь земной шар. Отравленная планета запускает механизм самоуничтожения. Время, отделяющее людей от апокалипсиса, стремительно сокращается. Трагедия в Японии еще раз показала хрупкость нашего мира. А также неспособность фундаментальной науки прогнозировать природные катаклизмы. По одной из версий, такая беспомощность является следствием того, что ученые до сих пор не могут ответить на вопрос, что из себя представляет время. На этот вопрос действительно ответа не дано. Я лишь могу сказать, что привычные представления о времени, как о некой ленте или нитке, где есть вот некие черточки с названиями 2011, 2012. Это все настолько условно и это все настолько примитивно. Но не изучив природу времени, невозможно спрогнозировать ни землетрясения, ни цунами, ни торнадо, ни даже погоду на неделю вперед. Когда мы смотрим на стрелки наших часов, мы видим, что время равномерно течет в одну сторону. Из прошлого в настоящее. Из настоящего в будущее. Но так ли это? Не надо путать время с часами. Часы – это прибор, который что-то замеряет. Но время, если на нем сосредоточиться и длительное время поразмышлять, оно оказывается основой мироздания. Пространство и время – две категории, с которых все начинается. С каждым днем появляется все больше сообщений о людях, которые неведомым образом могут перемещаться в пространстве и времени и заглядывать в будущее. У Валентины из Астрахани эта способность появилась после того, как она пережила клиническую смерть. Накануне она очередной раз поругалась с мужем, сильно понервничала, и ей стало нехорошо. Легла и уже стала задыхаться, как мне потом муж рассказывал, покойник, что я стала хрипеть, сильно хрипеть. И я вижу, как будто я с кровати поднимаюсь, в потолок поднимаюсь, хотя я понимаю, что там второй этаж. Валентина вначале ощутила, что с огромной скоростью несется к небесам. Но какой-то голос сверху напомнил ей, что она мать восьмерых детей. И для начала неплохо бы поставить их на ноги. Ты мать, ты их родила, ты должна их поднять. Ты должна дать воспитание, ты должна образование дать. Вот. И как бы меня оттуда вытолкали. Я прям упала в кровать, как бы вот так вот, ну, как вот, на кровати вот так подпрыгнула. Вот. И глаза открылась, смотрю, я на сутки не могла вообще разговаривать. У меня слезы лезли, я не могла говорить. Несколько месяцев спустя Валентина смотрелась в зеркало и вдруг увидела смерть мужа, его похороны. Через три дня мужа не стало. Накануне похорон, когда Валентина прощалась с покойным, она вновь столкнулась с неведомым. Ну, и стою, разговариваю. С ним разговариваю, с покойником. Вот. И так глаза поднимаю, и у меня в углу икона была прям над гробом. И от иконы, как будто ко мне идет, ну, как сказать, дорожка. Дорожка идет, тухнет лампочка, и такой какой-то полумрак. И я вижу, как я не это слышу, и вижу, как Господь со мной разговаривает, говорит, что ты робчешь. Мол, тебе же легче будет, да, тебе будет очень тяжело. Ну, ты детей поднимешь, говорит, ты будешь много работать, у тебя бессонные ночи, говорит, ты столько переживешь, говорит. Ну, ты понимаешь, у тебя впереди, говорит, такая светлая жизнь, говорит. Дети вырастут, в ноги пойдут, говорит. И самое главное, говорит, ведь ты всю жизнь, говорит, прожила с любимым человеком, говорит, ты понимаешь? Я смотрю, самые слезы текут. Вот. Ты понимаешь, что ты встретишь свою любовь. Все это сбылось. Валентине приходилось работать сутками, чтобы поднять детей на ноги. А через восемь лет она встретила свою настоящую любовь. Николай моложе Валентины на 11 лет. Но разница в возрасте их не пугает, потому что они любят друг друга. Вот только Николая смущает один момент. Когда он на работе или в командировке, Валентина видит и слышит все, что происходит с ним. Любимым. Я звоню, говорю, Коля, что случилось? Он, ничего. Я говорю, как ничего? Телефон у тебя молчал, я тебе звонила. Он говорит, ничего не случилось. Я говорю, говори честно. Вот. Он, да так, ничего. Я говорю, я тебя видела. Начинаю рассказывать ему, в чем ты был одет, где он в цеху находился, там, с кем, с начальником или еще с бригадиром, там, начинаю подробно все ему описывать. Вот. Он смеется и говорит, а кто тебе позвонил, сказал? Я говорю, да никто, я это видела. Первое время он как-то пугался этого всего, а потом сказал, слушай, Валюшка, я прямо даже не понимаю. Такое впечатление, что под колпаком у тебя, говорит. В прошлом веке российский астрофизик Николай Козырев провел эксперимент. Специально сконструированный детектор фиксировал сигналы звезд. И вдруг выяснилось, что звезды одновременно подают сигналы из прошлого, настоящего и будущего. То есть, если звезда находится на расстоянии, скажем, 10 световых лет, то мы наблюдаем сигналы звезды, пришедшей из прошлого, 10 лет назад, сейчас и 10 лет вперед. Если сигналы из прошлого, настоящего и будущего, приходят одновременно, значит, за будущими или прошлыми событиями можно наблюдать сейчас, сегодня. Более того, есть мнение, что без времени не может существовать окружающее пространство. Представьте себя в темной-темной комнате. Вы ничего не видите. Вам немного не по себе. А теперь зажгите спичку. Появляются очертания предметов, стол или шкаф. А теперь включите лампочку, и ваши страхи мгновенно рассеются. Комната – это пространство, а вот источник света – это модель времени. Существуют и другие гипотезы. Я могу пойти еще дальше и сказать, есть только время, а пространство – это фикция. Потому что образы в человеческом сознании, они формируются, развиваются, создаются только во времени. В сознании нет пространства. Мы редко задумываемся, почему в дни отдыха или во время сна время летит стремительно, а в моменты ожидания и при выполнении скучной работы минуты тянутся долго и мучительно. А может, каждый из нас, сам не ведая того, влияет на ход времени, замедляет или ускоряет его? Почему один человек в 30 лет выглядит словно старик, а другой в 60 молод, будто 30-летний? Ирина считает, чтобы вернуть или сохранить молодость, надо в каждой комнате своего дома повесить часы, которые идут не как обычно, а против часовой стрелки. Такое движение стрелок, по ее словам, меняет сознание. И сознание вместе с ходом стрелок начинает двигаться не в будущую старость, а в прошлую молодость. Эти часы висят у меня в каждой комнате. По ночам было непривычно. Естественно, часы, как механический или электронный прибор, сами по себе не могут омолаживать. Они просто помогают Ирине ощущать ход времени, вопреки, казалось бы, здравому смыслу. Женщина мысленно представляет, что ее нынешняя жизнь движется не к пенсионному будущему, а к студенческому прошлому. Быть может, у людей, живущих по подобным временным принципам, в клетках запускаются механизмы, препятствующие старение. Здесь его тело как бы отсутствует, сознание тоже. Он переживает какие-то другие измерения времени, тем самым подпитывая свое тело настолько, что оно омолаживается. Получается, это как воздух. Это как вода. Быть в других временах, в других измерениях. И самое интересное, есть масса культур и цивилизаций, которые имели этот опыт переживания. Никаких дурных привычек. Сбалансированное питание, фильтрованная вода, интересная работа, ежедневные прогулки на свежем воздухе, оптимизм и постоянное движение мысли против часовой стрелки. В этом она видит залог своей молодости. Каждые три месяца Ирина фотографируется и сравнивает свои фотографии. Судите сами. Вот такая она сейчас. А такой она была пять лет назад. Превращение происходит при вращении чего-либо. То есть, если я начинаю сознательно вращать что-то, жидкость, мысль, еще что-то, она меняется. Известные психологи подтверждают, что все больше людей овладевают различными техниками изменения сознания, благодаря которым молодеют безо всякого хирургического вмешательства. И это внешне констатируется. Они прислали мне ряд сравнительных фотографий. Действительно, факт на лицо. Вот. Иногда даже сложно узнать человека. Он сбрасывает там пять-десять лет. Кажется, что время неуловимо. Но это не так. Фотографии, архивные кино- и видеосъемки, рукописи, книги, картины, другие произведения искусства, наконец, раскопки, помогают нам понять стиль жизни, нравы или моду тех или иных лет. Даже обычные камни, которые встречаются нам на пути и на которые мы редко обращаем внимание, это застывшее время. Хронокапсулы, хранящие в себе многовековую информацию и великие тайны прошедших эпох. Во всех процессах, буквально во всех, от рождения звезд до умирания бактерий, то есть буквально все, что мы видим и все, что мы не видим тоже, это все процессы, так или иначе, проистекающие во времени. Это все, так или иначе, процессы, на которые время влияет. Не понимая истинную природу времени, консервативная часть научного мира относится ко всем, без исключения ясновидящим и провидцам, как к шарлатанам или, по крайней мере, фантазерам. Хотя именно российские экстрасенсы за 10 месяцев до японской трагедии на одном из сайтов в интернете вывесили статью про надвигающуюся катастрофу. Допустим, о катастрофе, которая вот в Японии была, несколько человек высказывали существенно заранее, то есть еще где-то в мае. Тогда эта информация вызвала лишь усмешку у серьезных ученых. Но время показало, кто прав. А сейчас новое сенсационное заявление. Ясновидящая Раиса Машкова утверждает, что в первые часы 2013 года мощный цунами, вызванный падением астероида, с невероятной силой обрушится на британские острова и навсегда уничтожит их. И волна поднимется очень большая и какую-то часть. Остров, конечно, она это смоет, это даже говорить нечего. Раиса утверждает, что в моменты медитации может спокойно путешествовать во времени и заглядывать в будущее. Я поняла, что я могу выходить из своего тела совершенно спокойно. И у меня это легко получалось. В таком состоянии она может путешествовать не только в будущее, но и в прошлое. У Раисы, по ее словам, было несколько жизней. И она их отчетливо помнит. К примеру, в конце первого века до нашей эры она жила в Египте. Вместе с мужчинами сопровождала торговые караваны. Однажды в часы отдыха на них напали римляне. Напали и убили всех мужчин. И один подошел ко мне, улыбаясь, такой наглый. Я почему-то запомнила его на всю жизнь. Римлянин достал широкий нож и пронзил женщине живот. И сразу погас свет. На этом все закончилось. В годы Первой мировой войны Раиса, по ее словам, была мужчиной, офицером, который отважно воевал, был награжден и тяжело ранен на передовой. У меня была жена и дочь. Уже взрослая дочь. Я мне 62 года. Я седой мужчина. О реинкарнации всегда размышляли великие умы. В их числе и выдающаяся российская актриса Алла Демидова. В своих книгах Алла Сергеевна порой не скрывает, что временами испытывает интерес к эзотерике и какие-то жизненные моменты может объяснить только с точки зрения оккультных наук. Демидова не исключает, что в одной из прошлых жизней могла быть актрисой в Древней Греции или ученым в средневековой Германии. Впрочем, разве ее невероятный талант перевоплощения не является подтверждением сказанного? С нашей точки зрения, чисто с психологической, машина времени существует с помощью усилий человеческого сознания. И предвидение, предвосхищение будущего чаще всего строится именно на измененных состояниях сознания. Но самое интересное, это является часть здоровой человеческой психики. Но вернемся к ясновидящей Раисе Машковой. Напомним, что в годы Первой мировой войны она, по ее словам, была мужчиной, офицером царской армии. После очередной смерти, оказавшись на том свете, Раиса сделала все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки снова вернуться на землю. Мне захотелось родиться заново. И я выпросила у Бога родиться без очереди. Уговорила другую душу мальчика, хотя говорят, что это бесполые. Ну, не знаю. Но во всяком случае я уговорила, чтобы родиться без очереди. По словам Раисы, ее душа была послана на землю с определенной миссией предупреждать о грядущих катастрофах. Силы высшего разума с помощью таких посланников, как Раиса, пытаются сохранить человечество, предупреждая о грядущих бедах, чтобы люди успели спастись, а по возможности успели предотвратить и саму трагедию. Поэтому Раиса пытается предупредить всех жителей Англии о грядущем апокалипсисе. По словам женщины, мощный цунами, вызванный падением астероида, навсегда затопит британские острова. И произойдет это менее чем через два года. И вот комета, она упадет буквально в 2013 году, буквально в какие-то первые часы. Но еще есть время, чтобы поправить ситуацию. Есть время, чтобы человеческий разум придумал и создал машину времени, с помощью которой можно будет предотвращать подобные катастрофы. Бороться с любыми бедами внутренними и внешними вполне подвластно, если нам подвластно время, где нужно остановить его и в момент остановленного времени решить свои проблемы, остановить волну цунами или вуквыривать население. Что же такое время? Можно ли познать великую тайну этого невидимого течения? Ведь если сможем, то станем обладателями волшебного ключика, открывающего дверь в иные измерения и пространства. Такая способность избавит мир и каждого из нас от бед и несчастий. Одним словом, тот, кто владеет законами временем, тот с точки зрения обывателя фактически является богом. Он может делать все, что хотите. Любой из нас может столкнуться или уже сталкивался с парадоксами времени. Однажды Артем присутствовал на сборах экстрасенсов, которые состоялись на природе, вдали от города. Проводили свои ритуалы. Один из людей был предупрежден, что в определенные несколько сопок на определенную сопку одному лучше не ходить. Спустя какое-то время данный человек исчезает. Евгений, так звали пропавшего мужчину, не был экстрасенсом. Он приехал с друзьями ради праздного любопытства посмотреть на местность, которую все почему-то называют аномальной зоной. Евгений с иронией воспринял запрет на одиночные прогулки. Он пошел в сторону сопки, но вскоре пропал. Ходит порядка трех дней, человека, сбившись с ног, этого все ищут, его нигде не было. И он появляется, как ни в чем не бывало, со всеми даже не поздоровавшись приходит, то есть он не ощущал этого потери. Евгений принес пятилитровую банку парного молока, купленную по его словам в деревне, что в часе ходьбы от горки. Он очень удивился, что приятели не только не обрадовались покупке, но и стали отчитывать его за непослушание. Как выяснилось, с точки зрения самого человека никакого исчезновения не было. Он сходил на горку и вернулся с нее. Для остальных же человек отсутствовал три дня. То есть неким образом он где-то прошел через пространство, где-то преодолел это время. Путешественник и исследователь аномальных зон Илья Рыжанушкин тоже попадал в подобную ситуацию. Однажды он изучал тайну черных болот. Это мистическое место находится в лесу неподалеку от Черноголовки. Оно славится тем, что ежегодно здесь бесследно пропадают грибники. Есть история, когда девушка и две женщины ушли туда якобы за грибами и 10 часов они там блуждали. Причем зашли они всего на 3-4 шага в этот лес в область Черных болот. А выйти они смогли через 10 часов в совершенно другом месте. Не просто совершенно в другом месте. Невозможно было там оказаться не перейти несколько асфальтовых дорог. В районе Черных болот несколько раз падали самолеты. Но все они исчезли без следа. Не было обломков. Не было даже намека на то, что здесь произошла авиакатастрофа. Один из них, по словам исследователя, самолет Максим Горький, созданный советскими авиаконструкторами в 30-х годах 20-го века. Можно это списывать на торфяннике, условно говоря, но вы представляете, что такое самолет Максим Горький? Это большой, своего рода большой стратегический бомбардировщик того времени. Просто так разом провалиться в торфянник он не мог. Тем более, что он рассыпался, развалился, потом раз и исчез. советский агитационный пассажирский восьмимоторный самолет Максим Горький был одним из самых больших самолетов своего времени. Он вмещал 60 пассажиров, а экипаж состоял из 20 человек. На его борту находился кинозал, фотолаборатория, библиотека, электростанция и разнообразные средства агитации, в том числе громкоговорящая радиоустановка. А навигационное оборудование обеспечивало его полеты не только днем, но и ночью. И такой самолет пропал без следа. Изучая устье черных болот, Илья сразу же столкнулся с непонятными явлениями. Он и несколько других исследователей попытались заехать в этот район на своих машинах. Во-первых, сразу перегорели лебедки, причем все, это тоже удивительно. Работала только одна механическая лебедка, которая стояла на машине у нас в 63-го что ли до выпуска. То есть это единственная лебедка, которая работала. Все электрические лебедки мигом сдохли. Во-вторых, Илья вдруг понял, что время в этой аномальной зоне идет не по классическим законам физики, а как-то иначе. Так вот, когда мы все-таки вернулись, причем вернулись для того, чтобы переодеться, набрать в канистры бензина, мы его весь сожгли и вернуться за машинами, мы вдруг поняли, что в городе рядом за это время прошло 20 часов. Там 4-5, там 20. Пятикратно разница, где мы были эти 15, где мы были 20 часов фактически, непонятно. сегодня мы имеем свидетельство того, что люди могут таинственно исчезать не только на 15 часов, как Илья, или на трое суток, как Евгений, а на целых 4 года, как Сергей. Московская область, город Пушкино. На его окраине живет семья Ивановых. Никто из близких не дает интервью по поводу таинственного исчезновения главы семейства. Но соседи утверждают, что Сергей однажды пошел на работу, а затем внезапно исчез. На целых 4 года. И пропал. И главное, что он ничего не помнит. И стоял на посту в Пушкино, а очутился где? В этом, в Белоруссии. Его нашли в лесу неподалеку от реки Припять, в радиационной охраняемой зоне. Он ничего не помнил. Ни имени, ниоткуда родом. Его отвезли в больницу. Очень интересно, как его имя узнали. Он же ничего не помнил. Там в больнице был какой-то человек по имени Георгий. Ну, рабочий какой-то. И он говорит, ой, у меня так сына зовут, Георгий. Они сразу его спрашивают психологи, а как имя, как отчество, вернее, как отчество вашего сына. Сергеевич. Так что же, значит, Сергей? И вот таким образом они выяснили. Также выяснилось, что Сергей из подмосковного Пушкина, расположенного в тысячи километрах от Белоруссии. Что у него жена, взрослая дочь и сын. Но любопытно другое. В белорусской больнице Сергей находился всего два месяца. Где он был все остальное время? Ведь напомним, что он пропадал целых четыре года. Вообще неизвестно, где он был. Он не работал. Он в больнице был всего два месяца. Потом, когда они узнали про него, он ушел из Пушкина и вызвали родителей, его просто увезли. Что это было? Считается, что люди могут попадать в так называемые ловушки времени. По одной из гипотез, каждый из нас рождается с определенной жизненной программой. Ребенок уже с молодых ногтей видит свое будущее. И если вокруг него создать творческую обстановку и поощрять его стремление, то ребенок полетит к своей мечте, словно ракета нового поколения. родителей, часто именно по недомыслию родителей дети на пути к своей мечте попадают в невидимые ловушки времени. Хуже всего, если по отношению к ребенку кто-то из взрослых, наставников, на кого он смотрит как на образец, скажет ему какую-то отрицательную перспективу. Например, не будет с себя толком. Или как-то собрались и решили, что тюрьма по тебе плачет. Самое интересное, не имея других вариантов, ребенок пойдет как водоворот в эту перспективу. Каждый из нас наделен интуицией. Это своеобразный компас нашего подсознания. Он помогает ориентироваться в пространстве и времени. Но компас хрупкий прибор. Если по нему ударить, то он может сломаться или начать показывать неправильное направление. Интуиция ребенка не менее хрупкая. Ее механизм тоже легко нарушить всего одним непродуманным словом. То есть он попадает в воронку именно вот этого времени, которое сглазили или еще что-то. будущее уже закрутили авторитетные для него люди. И он не понимает, что происходит. Его вертит, крутит и засасывает именно в эту перспективу, которую кто-то ему так бросил. Отлично все. Вот поэтому мы часто и неосознанно твердим, что слова и мысли материальны. То есть с помощью мыслей, сознания, каждый из нас может построить ту или иную модель своего будущего, которая рано или поздно материализуется. когда человек в сердцах орет, что он дьявол или еще кто-то и так дальше, и тогда я вижу перспективу конкретно проговариваемых. Вот здесь она, вот она, все видят эту перспективу. Или когда Владимир Высоцкий все последние годы играл в Гамлета, там не надо было к бабке ходить, видно было, чем это все закончится. Или когда в рубль полжизни рисовал демона, тоже было понятно, когда появился на выставке демон изверженный сейчас на Третьяковке. Встаньте перед ним и вы почувствуете перспективу не только художника, но и той страны, в которой он живет. И тогда все началось после 10-го ун. в рубль и начались все события России в прошлом веке. Получается, художник не только предрек своими образом собственную судьбу, но он показал и стране, в которой он живет. Вот смотри, как ты будешь развиваться. Сначала задумаешься, потом полетишь, а потом вниз в голову. Это Виктор. Человек, который ежедневно делает утреннюю зарядку на свежем воздухе и который всегда готов поделиться рассказами о невероятных моментах своей жизни. Сейчас он, русский парень из Подмосковья, исполнит гимн Китайской Народной Республики. Тунфан Хун Тайян Сан Он никогда не учил китайского языка и вдруг неожиданно заговорил на нем. Виктору 43 года. Много лет назад он попал в тяжелую автомобильную аварию. Виктор долго находился в реанимации. К счастью выжил. Врачи сказали, что видимо он родился в рубашке. Вот после этой аварии мне поставили диагноз на уровне 11 позвонка вминается вот этот диск в мозговой канал на 3 миллиметра. В результате этого действуют руки слабые и ноги. После того, как Виктор пришел в сознание и частично восстановился, он стал ежедневно встречаться с институтским приятелем, который писал диссертацию об особенностях китайского языка. И то, что он фразу произнесел под китайский, я ее тут же повторял и в точности такой же интонации запоминал. И он был этим тоже потрясен, что я могу говорить абсолютно без акцента. Знакомые китайцы подтверждают, Виктор свободно разговаривает на их родном языке. Я вместе с другом проходил практику в музыкальном училище, и Виктор вызвался нам помочь в качестве переводчика. И он очень помог нам. И вообще он молодец, человек удивительной судьбы. Он столько в жизни преодолел. Настоящий русский парень. Два года назад Виктор почувствовал, что здоровье резко ухудшается. Он заболел астмой. У него частенько стала подниматься температура, а по ночам он все время задыхался. В одну из таких ночей он долго не мог заснуть. И вдруг в его сознании возник большой бородатый человек. Виктор узнал в нем Порфирия Иванова. Почему лежим? Недоуменно спросил Порфирий немедленно встать, выйти на улицу и вылить на себя ведро холодной воды. У меня была температура, 30 градусов мороза было, и я все это сделал, вы понимаете. Я все это сделал, вылил ведро холодной воды, еще постоял, и вы знаете, как будто почувствовал, как-то мне ответ какой-то пришел, все правильно. Кайф, настоящий кайф почувствовал. После той мистической встречи Виктор стал каждое утро в любую погоду закаляться. Он уверен, что скоро ему уже не понадобятся костылей. Он смоделировал себе здоровое будущее. И каждое утро после зарядки он благодарит дух Порфирия Иванова, который заставил его поверить в себя. У меня тяжелая болезнь позвоночника. И великий учитель Порфирий Иванов подсказал мне, как с ней бороться. Я очень благодарен Порфирию Иванову за его систему. Она словно китайский цигун. Спасибо за внимание. Некоторые исследователи вопреки сформировавшимся научным стереотипам считают, что время не одномерно, поскольку имеет свое прошлое, настоящее и будущее. И на самом деле мы говорим не просто о времени, а о трехмерной субстанции, в которой на самом деле действительно существует плотность. И эта плотность неравномерно расположена в разных слоях времени. Плотность времени, по словам исследователя, это количество событий, произошедших за единицу времени. Каждый из нас сталкивался с тем, что когда много дел, то время уплотняется и летит с ужасающей скоростью. Порой его не хватает, чтобы все выполнить к намеченному сроку. А вот когда заняться нечем, то время почему-то начинает тянуться, как в замедленной съемке. Ну, для меня время течет медленно, когда его много свободного, когда оно чем-то насыщено, оно, соответственно, ускоряется. не замечаешь, как проходит. Дни, недели, года пролетают, а когда нечем заняться, бывает, день тянется так, что не знаешь, куда уже деться, чем бы придумать, чем бы себя занять, на что потратить это время. Это бывает весьма редко, но бывает. Если время имеет плотность, как, к примеру, вода, то в качестве аналогии давайте увидим трехмерный объем воды. известно, что вода чем глубже, тем плотнее. То есть каждый ниже лежащий пласт воды плотнее выше лежащего. Еще мы знаем, что чем глубже ныряет пловец, тем сильнее его из этой воды выталкивает. А теперь по аналогии представим, что нечто подобное происходит и в океане времени. Мы находимся в огромном трехмерном бассейне времени, который одновременно находится в огромном трехмерном пространстве Вселенной. И мы живем в этом времени. Мы занимаем разные этажи плотности. Мы перемещаемся со временем. Мы перемещаемся из прошлого в будущее. Просто потому, что плотность времени, свойства времени таково, что оно постепенно выдавливает нас из прошлого в будущее. Аквалангисты защищены гидрокостюмами. Экипажи подводных лодок и батискафов находятся под покровом субмарин. А вот чтобы обезопасить себя в глубинах океана времени, тоже нужно создать защитный механизм или машину времени. Без искусственных каких-то специальных методов, увы, нам не вернуться туда в более плотные слои, только если мы научимся владеть какими-то искусственными методами. Выражаясь по аналогии с водой, некими грибными винтами. Некоторые факты говорят о том, что машина времени будет построена относительно скоро. По крайней мере, в 23 веке люди уже смогут совершать путешествия в пространстве и времени. Город Жирновск, что в пяти часах езды от Волгограда. Краеведческий музей. Выставка, посвященная памяти Евгения Гайдучка. Во всей его деятельности проявлялось вот это вот какое-то фантастическое творчество, фантастическое можно сказать работоспособность и какое-то даже сказать предвидение событий. Он был писателем, поэтом, художником. Его знания поражали глубиной, а предсказания, которые он называл воспоминаниями, неизменно сбывались. Будучи солдатом, за несколько дней до начала войны Гайдучок рисует вот эти сохранившиеся плакаты, предсказывая нападение Германии. В июне 41-го стихами описывает причину разгрома фашистов под Москвой, а затем называет точную дату окончания войны. 70-х он предсказывает перестройку, а чуть позже развал Советского Союза. Вот этот распад Советского Союза он говорил, что, я один раз сказала, я говорю, интересно, когда же Россия-то будет? В Союзную ездишь везде, ну везде все есть в Союзную Республику, а в России нищие, кроме Ленинграда и Москвы, пожалуй, ничего нет, это в те годы. Вот вы молодые, а я помню, хорошо, уж приезжаешь в Среднюю Азию, там, ну чего только нет, Самарканд, им это и не надо может быть, допустим, та же очень хорошая косметика, да, они ходят в своих этих национальных к этим, ничего не надо, а там это все есть, а у нас в России нет, а он сказал, вот когда Петисоеджные Республики отойдут, вот Россия начнет тогда крепнуть. Светлана вспоминает интересные сказки, которые папа рассказывал на ночь, когда ей не было и пяти лет. В одной из сказок главным героем был карлик, одетый в скафандр. О каких скафандрах можно было рассказывать в 1949 за 12 лет до полета Гагарина. Другая сказка была об инопланетянах, которые подружились с жителями Земли. Ну, фантазий у него было очень много. Мне казалось, что это фантазия. А может быть, это было какое-то предвидение. Его предвидение помогало Светлане избегать неприятностей. Он много раз говорил, не ходи туда, допустим, не ходи, не надо тебе вот в этот раз так ходить. Почему? Он мне не объяснял. А потом я узнаю, что там не очень хорошие вещи были. Лишь после смерти Гайдучка в 1991 году Светлана прочитала дневники отца и неожиданно узнала, что он родом из 23 века. Еще 13-летним мальчишкой он решил со своей подружкой тайком покататься на машине времени. Они рванули сквозь миры и века, но машина неожиданно сломалась и приземлилась в 20-х годах 20-го столетия. Энергии на дальнейший полет оставалось мало, предположительно на одного человека. Поэтому Евгений затолкал ревущую девчушку в кабину и отправил ее домой в будущее. Возможно, она не долетела, ведь помощи мальчик так и не дождался. Беспризорно скитальца усыновили добрые люди и он стал осваиваться в новой необычной жизни. Евгений Гайдучок умер за 200 лет до своего рождения в 1991 году. Он оставил потомкам много своих разных талантливых трудов, в том числе и эти картины, названные лентой времени. Десятки полотен рассказывают об эволюции, начиная с первобытно общинного строя и заканчивая будущим города Жирновска. Гайдучок предсказал, что здесь в недалеком будущем будет построен космодром нового поколения. Ну, это вот да, наверное, какой-то предвиденный. Конечно, это никто ему не рассказал, не сказал. Интуиция, не знаю, что это, за него разве можно говорить? Когда-то мечты о путешествиях во времени воспринимались как сказка. Позже выяснилось, что идея Герберта Уэллса не противоречит теории относительности Эйнштейна. И все же одни физики считают, что подобные перемещения это фантастика, другие рассуждают иначе. В принципе, не существует законов природы, ограничивающих нас, людей, от любых чудес, которые мы только можем себе вообразить. Все ограничения придумали либо мы сами по глупости, либо по незнанию. Психолог Сергей Кравченко считает, что для того, чтобы путешествовать во времени и заглядывать в будущее, совсем не обязательно создавать машину времени. Год назад с помощью группы студентов-добровольцев он провел любопытный эксперимент. Это дети, студенты второй и третий курс для меня, это дети. Они это увидели, я только обобщил, прибавил свои обобщения. Студенты сидели за столом, а психолог попросил их выполнить следующее задание. Закройте глаза, положите руки, представьте что вы идете в будущее по мосту, вот вы пришли в следующий год, 2011 год. Знаете, какое ключевое слово там было, когда я собрал потом записи, что все будут ждать урожая. А что, мы сейчас его не ждем? Мы его ждем, иначе цены на продукты взлетают и взлетают, и неизвестно, что будет осень, если урожая опять не будет. Следующее тестирование показало, что через пять лет жизнь в России будет продолжаться. Но это уже будет другая страна. Процессы, происходящие сегодня, по словам психолога, это процессы переходного периода. На наших глазах за пять лет произойдет обновление России. Что переживает человек накануне очень серьезного кризиса и периода умирания и возрождения? Он ощущает тупиковость, отсутствует перспектива, потому что его так сжимает жизнь. Ребенок, который старается родиться, он считает, что лучше бы этого не было, потому что очень некомфортно. Но он не может не родиться, иначе это смерть для него, может быть, для родящей матери. Точно так же страна, если она подходит к рубежу перерождения, она не может не родиться, иначе это смерть. Впрочем, серьезные изменения произойдут во всем мире. И не только. они произойдут в планетарном масштабе, масштабе всего космоса. Мы еще до конца не осознаем, чем чревата трагедия, произошедшая в Японии. Мы еще не ощущаем последствий катастрофы, и не понимаем, как она повлияла на ход времени. Ведь по одной из гипотез, ось вращения Земли сместилась на 10-15 сантиметров, и земные сутки сократились. Каждый раз, чего бы мы ни касались, мы видим или не видим, находим в ряде случаев какую-то причину, которая лежит на поверхности. Но в любом случае законы времени, распространяющиеся на все, какими-то там тенями отдаленные, стоят буквально за всеми событиями. Наш мир хрупок. А наши знания о нем примитивны. И пока в этом мы не признаемся себе сами, то про любой мистический случай будем твердить, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. С подобными пустыми формулировками мы никогда не изучим природу времени, никогда не сможем им управлять и перемещаться в прошлое или будущее, а значит нам не суждено прогнозировать и предотвращать глобальные катастрофы, потому что время пустоты не терпит. ПОДПИСМЕНТОР 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 Продолжение следует...